детей была Ксения. Я её очень хорошо помню. Когда она прислала фотографию в красной корточке, где она младше на 10 или 11 лет, я её, конечно, сразу узнала. Мне было очень радостно встретить её в таком совершенно новом качестве, совершенно взрослом, и приветствовать просто как коллегу. Вообще, я посмотрела все ролики, которые презентует на фестивале «Волшебный фонарь» ваша студия. И должна сказать, что профессионализм налицо. Они очень разностилевые, эти ролики, они разноплановые, у них разный хронометраж, виден разный творческий почерк. Начну я, пожалуй, с видеовизитки, если позволите. Я буду говорить просто всё, что я смотрела, ладно? Или вы хотели бы, чтобы я говорила непременно только про экскурсию? Экскурсия – дверь минуты тридцать секунд, да? А всё остальное говорит о пройденном пути. Да, конечно. Давайте я тогда начну с начну с видеовизитки. Это то, что даёт нам представление о руководителе студии, о Ксении. Она очень здорово выглядит в эфире, она очень хорошо смотрится в кадре. Маленькая помарка, но это, о ней скажу в последний момент, это из области ловли блох. Всякая ерунда, как называют это телевизионщики, но на которую, в принципе, можно бы обратить внимание. Всё по правилам. Я понимаю, что у вас были хорошие учителя. Давайте мы посмотрим сейчас эту визитку, и я объясню ещё раз, что мне в ней понравилось, а что, на мой взгляд, требует некоторой доработки. Покажите, пожалуйста. Всем привет! Меня зовут Ксения Каминская и мне 21 год. На данный момент большую часть моей жизни занимает журналистика, волонтёрство и путешествия. Я снимаю сюжеты о людях с инвалидностью, доступности среды и путешествиях на коляске. Участвую в молодёжных форумах, конкурсах и фестивалях. Была участница программы обмена, благодаря чему год самостоятельно жила и училась в США. Инклюзия это лучший способ изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. Два года назад в нашей семье появился золотистый ретривер Дрим, и я мечтаю воспитать для себя собаку-ассистента. Вместе с Дримом мы ходим на занятия с тренером и выступаем на волонтёрских мероприятиях. Я верю, что вселенная слышит наши желания, поэтому всегда мечтаю о великом. Даже если многим что-то кажется невозможным, меня поддерживает семья и друзья. А мой девиз по жизни у каждого человека есть шанс. Я просто хотела добавить, что на самом деле эта визитка была сделана к конкурсу красоты для девушек на инвалидных колясках, который тоже проходил в Санкт-Петербурге. Это, можно сказать, не совсем такая журналистская работа, но с использованием моих журналистских навыков. Это хорошее очень пояснение, оно очень точное, потому что вы тут в двух ипостасях, как красивая молодая женщина с одной стороны, а с другой стороны как журналист. Вот как красивая женщина вы здесь просто на 155 процентов. Вы замечательно двигаетесь, вы хорошо жестикулируете, вы абсолютно свободно держитесь в эфире и камера для вас вообще никакая не помеха, вы просто модель. И это просто очень здорово, мне так это очень нравится. И я вот хочу вам сказать по собственному опыту, может быть, это сейчас не очень уместно, но мне кажется, что ваша студия объединяет людей с, ну, как это принято говорить, с ограниченными возможностями. Какой колоссальный путь за 10 лет, когда мы с вами виделись вживую в Санкт-Петербурге, какой огромный путь прошла, ну, вот родилось новое поколение людей, которое живет в эфире, работает в эфире, ведет передачи, образует студии, ездит в Америку, повышает квалификацию. меня абсолютно восхищает этот тренд, меня восхищает этот вектор движения вообще, и, знаете, у меня вообще вид ваших роликов, ваших, вашей деятельности просто наполняет радостью. Говорю вам совершенно искренне. Значит, что в визитке, ну, наверное, сейчас она не должна быть как-то разбираема, но обратите внимание на первый кадр, когда мы четверим кадр, и вы говорите за кадром, и вместе с тем там идет в левой части кадра видео, где вы тоже что-то говорите, по-моему, на фоне Тауэра или чего-то, ну, на фоне какой-то истории, да, создается впечатление, что у нас идет некое несовпадение. Так всегда бывает, и это важный момент склейки, когда за кадром идет одно, а в кадре идет другое говорящее, то есть, либо первый кадр должен быть абсолютно фотографический, и мы понимаем, что начинается визитка, то есть, это ерунда, конечно, но она такая досадная слегка. Вот, значит, что касается визитки, хорошо сочетание общего представления, хорошо, что вкраплены живые моменты, и видна вот эта вот свобода передвижения, вообще свобода самопроявления, да, собака, хорошо, все хорошо, все совершенно отлично, никаких замечаний. Давайте дальше пойдем по вашим работам. Значит, экскурсия, замечательная экскурсия. Поначалу, вот самый первый раз я смотрела, я немножко вздрогнула вот от чего, меня, у меня не режиссерские, а редакторские, к вам возникли претензии, но мы для того, ведь и встретились, чтобы помочь друг другу, я надеюсь, что вы поймете меня, что я не придираюсь, а просто, ну, я много работаю с текстами, и меня это просто коробит. Например, вот слушайте, первое, я прихожу в качестве зрителя, вот это не очень по-русски, это, так скажут в программе время, но вам следовало бы сказать как-нибудь иначе, ну, например, да, вот это вы говорите про школу, ну, я не знаю, как зритель, к своим учителям, я бы вот в подобного рода ролике, я бы упрощала свою речь, делала бы ее более приближенной, но не за счет переставления слов, как, например, да, вот ваше самое последнее предложение, зато вы знаете, чем заняться в наших, когда, если окажется на наших краях, мы гостям всегда рады, вы переставляете слова, соответствующие обычной схеме предложения, да, правильнее бы сказать, мы рады гостям, да, переставляя, вы добавляете, ну, какую-то, ну, как это сказать, ну, какую-то... Доверительность может быть. Да, доверительность, да, и я готова к вашей доверительности, безусловно, если бы мы не приходили туда в качестве зрителя, понимаете, есть некое смешение, и потом, для приглашения в родной город, мне очень понравился Березов, Березовский, вот реально очень понравился, и когда мы говорим про фонтан, когда мы говорим про бассейн, про тропу, я вот еду в ваши края, и если у меня будет свободное время, я преодолею эти 30 километров и к вам приеду, да, в 30 или в 70? В скольки? Там где-то 20, да. Вот, видите, может быть, вы меня реально заинтересовали этим, но зачем в последнем предложении вы говорите? Конечно, Березовский не представляет большого интереса с туристической точки зрения. Вау, что это такое? Березовский представляет интерес с точки зрения туриста, представляет, хотя бы потому, что это мой родной город, приезжайте, я вам покажу такое, чего вы не увидите, если окажетесь там в первый раз. Ваша задача привлечь, позвать, сделать его фантастическим, здесь работает первая такая студия, здесь такая молодежь, здесь фраза эта не для рекламного текста, не для приглашающего текста, она, ну, в общем, она, вы поняли, да, о чем я говорю, а сюжет замечательный. Меня совершенно поразила, поразил следующий сюжет, вообще, знаете, удивительно вот что, 3.20, 4.49, 2.56, это ваши хронометражи, которые вы выложили, сделанные у вас, да, но создается впечатление, что вот в эти 5 минут, или там 2, или 3 минуты, вложено так много, это мастерство, это сделано вот действительно хорошо. Вот, фильм названием «Освобождение», вот я бы не назвала экскурсию фильмом, ну, так вот, я бы не назвала, я видела фильмы и покруче, скажем так, но «Освобождение» про руководителя благотворительного фонда, вы знаете, тянет на фильм, а знаете, почему? Ну, вы-то знаете, почему, вот скажите, почему? Скажите мне, почему? Потому что там интересный герой, потому что там есть история. Да, там есть история, там есть судьба, там есть то, что называется арка персонажа. Если вы читали умные книги по драматургии, оно вообще сделано с точки зрения драматургии, да, и есть такое понятие арка персонажа, то есть какой-то переломный момент, который делает человека другим, который оставляет за спиной прежнюю жизнь, и там все вообще по правилам. То ли вы сделали это по учебнику, то ли вы сделали это интуитивно, что еще круче, потому что учебники вы еще успеете прочесть, а имеете такое, ну, такое чутье, значит, первое, это, ну, за нее молятся, и она становится свободной от наркотической зависимости, а второе, она становится видящей, и это вот два шага между ними есть, то есть оно все разграфлено, ну, вот если делать из этого, ну, такую настоящую схему, да, из этих четырех минут сорока девяти секунд, она хорошо склеена, очень здорово по форме собрана, знаете, что еще отлично, совершенно отлично, что я всегда не устаю и у учеников своих, и у коллег своих отмечать, и хвалить за это, и себя хвалю, когда у меня это получается, это ясными словами рассказать историю, не наводя тень на плетень, не делая лишних выводов, вот просто ясным языком, простым языком, а ваша задача заключается еще в том, что, ну, я же понимаю, чтобы склеить четыре минуты сорок лет, секунд, сколько вы ее снимали? Там где-то около полутора часов было интервью. Хорошо, это очень хороший выход, это очень хороший выход, менее опытный или менее искренний, или там менее чувствующий человек потратил бы на это все три часа, кому-то несколько суток понадобилось бы для того, чтобы вывести человека на свою волну. Я не про это, я имею в виду, что всего материала где-то было около полутора часов. Я про это говорю. Я про это говорю. Всякая закадровая. Вот разговор, сколько длился? Ну, вот я про это говорю, что полтора часа где-то. А я про это говорю. У меня два-три, наверное. Это, ну да, да, нормальный, нормальный, правильный выход. Я говорю с вами как с коллегой, я понимаю, о чем вы говорите. Вы, вероятно, снимаете на хорошем оборудовании, нет суеты, нету, знаете, то, чего люди добивались с нашим уровнем прежним, я на два поколения вас, ну, на одно, на полтора поколения вас старше, скажем так, на два. То, чего мы добивались с нашим уровнем техники, конечно, невозможно было бы сделать. Но вот о чем мне именно здесь хочется сказать. Понимаете, техника техникой. Сейчас у каждого в руках техника, у каждого в руках камеры, у многих 4К, у многих коптеры, у многих какой-то фантастический свет, микрофоны, и все летает и кружится. Но очень часто бывает, что люди вообще не понимают, что с этим делать. И им это, ну, сбоку припеку. Мы должны понимать, и я надеюсь, вы понимаете меня, и я надеюсь, что ваши ученики, и все, кто слышит нас сейчас, понимают, что это инструменты и не более. Это всего-навсего ерундовый инструмент. Главный действующий герой все-таки это интервьюер, это человек, который задумал эту историю, который проникся ею, который заболел ею. Вот меня, например, я чесаться начинаю, когда встречаю похожего рода человека. И иногда я готова. Как вы готовились к этому интервью? Как вы с ней разговаривали? Легко ли она пошла на контакт? Ну, просто это наша знакомая, то есть мы с ней давно сотрудничаем, так как у нас у самих волонтерское объединение. я, в принципе, давно собиралась снять с ней интервью. Мама даже предлагала, что давай кто-то из учеников моих, чтобы кто-то из учеников сделал. Но я решила, что тема достаточно такая серьезная, взрослая, и что я хочу сама за нее взяться. А потом я, летом я проходила обучение в Нью-Йоркской киноакадемии онлайне, и нам вот дали задание снять интервью. И тогда я подумала, что вот как раз время пришло это сделать. Я почему-то уверена, что им понравилось ваше интервью, что в этих вопросах мы там вне зависимости от наших школ, мы уже по-разному учимся, и может быть какие-то ценности у нас отличаются, но вот это вот интервью, оно просто, ну, знаете, на все времена, на все поколения, на это в любое время, мне кажется, и мне бы очень хотелось, чтобы эта тема, этот подход, эта простота, это, ну, отсутствие лишнего, да, чтобы она оставалась неким эталоном. Высоты достигали постоянно, потому что, конечно, ваши фильмы в будущем, я так понимаю, будут длиннее, сложнее, будут поднимать какие-то другие вопросы, но остаться вот в этой чистоте, мне бы очень хотелось, чтобы у вас это получилось. Знаете, например, что Мендельсон, Феликс Мендельсон, знаменитый композитор, ну, вы были на музыкальном фестивале, вы понимаете, о чем я говорю, он в 18 лет написал гениальное музыкальное произведение, гениальное просто, вся его дальнейшая жизнь не была длинной, он прошел всего 35 лет, но его мастерство росло, его аудитория росла, его популярность, он становился фантастическим, да, он открыл Баха, он такой неоклассик, знаменитый, я вообще, олимпиец его можно назвать, Феликс Мендельсон, Бартольде, но главной задачей его жизни было достичь уровня, которого он достиг, мальчишкой, написав свое первое произведение, и только вот перед самой смертью, он умер от болезни сердца, только перед самой смертью, там, страстно совершенно влюбившись, он чуть-чуть приблизился к этому, при том, что вся музыка безупречна, но по-настоящему слышащие люди, они вот рассказывают такую историю, так, это я отвлеклась, значит, класс, по поводу класса, дружного, замечательная тема, очень хорошо, что меня там раздражало, извините, буду говорить напрямую, меня музыка там раздражала, мне казалось, что это, ну вот если там 50-летние люди, вроде нас с Людмилой, нам она может не понравиться, но мне непонятно, неужели она нравится молодым, неужели такая музыка может нравиться, она, на мой взгляд, вы знаете, для того, чтобы показать, что классу весело, что ему хорошо, что ему дружно, можно выбрать не такое резкое, столь же ритмичное, столь же двигающее действие вперед, да, по всему остальному никаких вопросов, он мог бы быть короче, но я не знаю вашего техзадания, может быть, вам надо было сделать таким длинным его, потому что, в общем-то, сначала уже становится понятно, к чему вы идете, и, в общем-то, вы ходите по кругу, у вас ничего не происходит, но мы узнаем через запятую, там, про то, про сё, она хорошо придумана, она хорошо исполнена, в ней всё нормально, в ней музыка плоха, ну, ничего с ней не происходит, вот тут я бы думала на эту тему, если хотите, мы давайте с вами как-нибудь, я не знаю, свяжемся, поговорим с вами про это, я сама по образованию музыкальный редактор в том числе, и для меня это всегда очень серьёзный, важный вопрос, как использовать музыку, музыка, ну, вот, может быть, вам кажется неуместным сейчас этот разговор, но мне кажется, что для того, чтобы сказать о том, что тебя волнует, вот меня волнует этот вопрос не только у вас, но вообще везде, во всём, что я смотрю, можно использовать любой повод, вот любой, для того, чтобы поговорить, вот меня это беспокоит, будет интересно, свяжитесь со мной как-нибудь, и мы с вами проведём, я не знаю, какой-нибудь урок, я вам покажу, как я пользуюсь музыкой, я покажу, как я, например, использую трёхчастную музыкальную форму, ну, если кто-нибудь из нас слушающих, ну, вы же в музыке учились, да, вы понимаете, как устройство сонаты, да, вы понимаете, что есть тема, побочная тема, разработка, когда мы говорим о фильме, о передаче, у нас, в общем-то, как правило, ну, я к этому стремлюсь, тоже трёхчастная форма, и музыка в данном случае может всегда помочь, даже если вы не изучали этих азов, поверьте, что это тот самый золотой стандарт, который похож вот этому золотому сечению, да, он в любых проявлениях, архитектура, скульптура, музыка, стихосложение, он универсальный, так и тут, в общем, будет интересно, вернёмся к этой теме, а так, замечательные совершенно дети, всё там хорошо, и дружно, хорошо, и качественно сработанное, свободный полёт. Я переслушаю, что там у нас за музыка, переслушаю. Прошу прощения, у нас сейчас, возможно, возникнет необходимость перезайти в конференцию Зума по второй ссылке, которую я создавал, и которую, я надеюсь, вы получили. Хорошо. Ой, хорошо, наверное, получится. бесплатный... Я не рассылала вторую ссылку, только Наталье Германовне вторую ссылку. Отправьте, пожалуйста. Хорошо, сейчас я тогда отправлю вторую ссылку, но у меня высветилось на экране, что конференция не ограничена по времени. Тогда продолжим. Ну, хорошо, говорим. Говорим, пока нас не отрубят, а потом, что будет, то и будет. Значит, свободный полёт. Просто будем готовы. Да, будем. Совершенно замечательный сюжет. Значит, там Алсу, да? Да, это детская наша работа, то есть здесь я как руководитель. Там мальчик у нас, Дима Куминов. Владик Казанов там у нас. Что? У нас там Владик Казанов, да? А, да? Это свободный полёт? Где про аэротрубу? Да. Да, 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 всё верно. Вот знаете, он чудесен во всём. Мне, знаете, чего не хватило, я понимаю, что вы, наверное, ограничены в средствах, но попытка, мне кажется, я угадала, чем бы вы хотели закончить. Самый финальный план у нас в этом ролике, он такой абстрактный, да, мы говорим о летать, мы говорим о небе, мы говорим о, ну, в метафорическом смысле, да, у человека вырастают крылья, человек чувствует себя свободным, высвобождается из своих страхов, из своей болезни, немощи, да, мы про это ведь говорим. И вот этот самый последний кадр, он невнятный. Если бы вы, ну, я не знаю, даже просто вышли и показали нам небо, нам было бы, может быть, достаточно для того, чтобы просто поставить жирную, тупую точку для тех, кто не понял. Вот мне бы этого, мне этого просто, мне этого не хватило. Это может быть, было бы неплохо. Но это ваш вопрос. Хорошие вопросы, прекрасная мама, прекрасный ребенок, замечательно, что вы его подпечатали, ну, ему сложно говорить, мы это все отлично видим, и вы нам подсказываете, вы вообще для людей. Это я совершенно четко вижу. Вы не для себя и для того, чтобы потешить свое эго, ах, какие мы молодцы, ах, мы преодолели, ах, мы другим помогаем преодолевать. Вы реально для всех. Вы ведете себя совершенно замечательно, встроившись в этот мир, мне это очень нравится. Родительская любовь. Ох, какая замечательная передача. Господа, кто не видел, пожалуйста, посмотрите. 2.56. Не пожалейте трех минут, чтобы увидеть эту семью, эту чудесную маму, этого невероятного папу. Музыка там тоже не самая прекрасная. Ну, я не знаю. Я не знаю, чем вам помочь. Я не знаю. Старайтесь следовать не тому, что вы видите в телевизоре. Я не очень уважительно отношусь к телевизору. А к тому, что вы видите в лучших образцах, я не знаю, документального кино. Больше старайтесь смотреть хорошего кино. Этих фестивалей сейчас просто выше крыши. Я сегодня в ночи, например, зашла на фестиваль региональный в городе Самаре проходит. Называется «Соль земли». Вот первая попавшаяся ткнула и просто залипла. Просто, знаете, нам вот этот наш онлайн дает возможность увидеть очень много хороших образцов. Смотрите, как там используется музыка. Ориентируйтесь на лучшее. Настраивайте себя на то, что не всё, что в телевизоре, хорошо. Действуйте поперёк потока. Но и с телевизора берите самое лучшее, потому что, в общем-то, вам работать в этом формате, как я понимаю. Так, родительская любовь – прекрасное кино. Ну и «Невидимки». Это последнее, что я посмотрела у вас. Ну, конечно, я уверена, что вы ещё и до того, ну, что ещё чего-то сняли, чего я, конечно же, не видела. Там всё хорошо. Единственное, у меня есть некое… Вот, я не знаю, мне чего-то там было непонятно. Значит, мы развиваем воображение, надевая тёмные очки, тёмные маски на глаза. Мы развиваем воображение. Это первая задача. А вторая задача – это войти в состояние людей незрячих. Правильно? Да. Вот, знаете, такой прозрачности и чистоты в объяснении этой задачи мне не хватило. Прозвучала мысль, она в интервью, там нету закадровых текстов, нету титров, может, плохо, что нету титров, может быть, вот этого просто не хватило. Вот что-то мне не хватило, при том, что замечательно говорит режиссёр, очень хорошо говорит актёр, хорошо говорит девочка, девочка незрячая и хорошо говорит её мама. Все они в целом хорошо говорят, но мне не хватило какой-то, вот знаете, такой связующей нити, которая бы всё расставила по своей местности, ну, прям для тупых. Вот ориентируйтесь на человека, который не догоняет. Ну, не сочтите за труд. Поясните свою мысль лишний раз. Это лучшее, чем оставить человека в некотором недоумении. Вот, и потом, скажите мне, пожалуйста, когда вы снимали эту историю? Когда вы снимали фильм? Это давно было, году 2018, наверное. Смотрите, как страшно и пророчески оно прозвучало, я прямо вздрогнула. Наденьте маски. Понимаете? Это сейчас нам страшно, наденьте маски. Мне страшно, я живу в Санкт-Петербурге, и меня это сильно напрягает. Но это совершенно не относится к вашему мастерству, это к вопросу о том, как это вдруг. Вот надо ещё думать иногда о том, как слово наше отзовётся, понимаете? Вот. И, знаете, ну да, таковы правила игры. Сейчас мы в каких-то других правилах игры. То есть, если вы когда-нибудь будете анализировать для себя пандемию, вернитесь к этому сюжету, посмотрите, как он может быть выскочит у вас. Собирайте архив, правильно его описывайте, ничего не теряйте, ставьте какие-то вопросы, у вас будет архив нарастать, нарастать, потом вы будете в нём уже с трудом разбираться. Это я всё к тому, что я вам очень-очень желаю большого движения вперёд. Я вам желаю не топтаться на месте, делать, во-первых, и музей побольше вовлекать. Много народу у вас сейчас? Расскажите. Ну, у нас, то есть мы открыли студию в 2017 году. Изначально я преподавала журналистику, ну, тележурналистику и монтаж, потом мы начали привлекать других педагогов, то есть у нас по разным направлениям, и короткометражное кино с ребятами снимают, ну, там, сценарий учат их писать, потом у нас есть фотография, печатная журналистика. Что касается учеников, то это около 20-30 человек, и у нас инклюзивная, то есть у нас ходят и здоровые ребята, и с разными видами инвалидности. Ну, вот какие ваши впечатления, кто лучше видит, кто лучше слышит, есть у вас какая-то собственная статистика, ну, как вот вы оцениваете своих учеников, поделитесь каким-то своим опытом, мне было бы очень интересно. Ну, вот на данный момент у нас уже есть несколько выпускников, то есть в студии три года, и у нас уже некоторые выпустились из школы, поступили сейчас по смежным, ну, то есть одна девочка есть, вот Алсу Тагирова, она на коляске, она поступила в мой же университет гуманитарный на журналистику, потом у нас есть девочка, она поступила на рекламу, и мальчик Рома Козлов, он у нас занимался в основном видео и монтажом, он поступил тоже в колледж на это направление. Для меня это такой самый, ну, один из самых больших показателей, что мы смогли ребят профориентировать, что они после школы не бросают это дело, идут дальше развиваться. Это очень благодарная, конечно, очень такая здоровская деятельность, меня это прямо очень тронуло. Мне очень нравится, что вы... А вы ведь выходите в интернете, да, в эфир, или у вас на местном телевизии? Нет, к сожалению, у нас таких возможностей нет на телевидении, но в основном, да, мы выкладываем всё в социальные сети, стараемся развивать там и свои социальные сети, чтобы ребята тоже развивали, и, ну, в основном за счёт того, что мы участвуем в конкурсах, то есть у ребят есть возможность выигрывать какие-то поездки, они ездили несколько раз в Артек уже, вот, на различные фестивали, мы с ними стараемся выезжать и так далее. А кто вас продюсирует, расскажите? Или вы всё сама? Ну, в основном, то есть мы делаем это всё с мамой вдвоём, мы существуем за счёт грантов, я выигрывала несколько молодёжных грантов, и вот сейчас мы подали заявку на президентский грант, вот, да, то есть я выполняю задачи именно журналистки, а мама мне помогает это всё координировать, организовывать и так далее. Сейчас, к сожалению, мы базируемся вообще в городской библиотеке, то есть занятия у нас там проходят, но сейчас, конечно же, нас туда не пускают, поэтому мы стараемся работать, ну, то есть теоретические занятия мы как-то удалённо проводим, и потом по возможности выезжаем на съёмки, допустим, с кем-то из-за тебя договариваемся, там снять про что-то, да, и выезжаем с ними, и потом монтируем. Есть ли у вас в планах, например, сделать собственный YouTube-канал? Он у нас есть, но, как говорят, ну, в плане, что мы туда выкладываем, и потом уже распространяем по другим социальным сетям, но в этом плане достаточно сложно, потому что у меня вот самой очень такие, ну, как бы, нет навыков именно SMM, то есть я сама, у меня ещё свой YouTube-канал, социальный репортер, да, и мне бы хотелось, чтобы мои работы вот, ну, например, какие-то работы я выкладываю на свой YouTube-канал, которые лично мои, да, какие-то работы, которые сделаны ребятами, мы выкладываем в Компас-ТВ, но, к сожалению, пока вот именно с точки зрения распространения, масштабирования, получается, не очень. Мне кажется, что у вас всё есть для того, чтобы это как-то двинулось вперёд, это, знаете, я не знаю, чем вам помочь тут, я сама не очень сильна в каких-то технических вещах, но, видя, как люди стремятся, вот самые знаменитые люди ставят своей целью сделать свой YouTube-канал с ежедневным видением, с ежедневным продвижением, тема такая благодатная, публика у вас такая благодатная, всё-таки три года вы опытно наработали. Ну, в общем, мне кажется, что это очень было бы здорово, и я вам этого желаю, если вы, собственно, с этим согласны. Я хочу передать привет вашим родителям, вашей маме и вашему папе замечательному, который вас возит, как я понимаю, экскурсия, если кто не понимает, связана с тем, что там папа, вероятно, вас сопровождает, да? Это он вам говорит, поехали, меня подожди, это папа. Это папа снимает. Мой брат, он тоже недавно увлёкся видеосъёмкой, купил себе аппаратуру, вот, поэтому он мне теперь иногда помогает. что касается папы, то он у нас отвечает такое в моей жизни, скажем так, вот он подобрал мне машину, то есть всё технически это сделал, чтобы я могла на ней ездить, вот, так что вот так вот. Друзья, семья — великая сила. Всем желаю поддержки, которая есть у Ксении. Да, и в основном снимает, конечно же, мама, если именно, ну, мне какие-то работы, потому что часто бывает, ну, до пандемии мы куда-то выезжали и делали материалы именно в поездке, потому что у меня есть проект, который называется «Социальный репортер путешествия», именно о путешествии человека на инвалидной коляске. Есть выпуск в Лондоне, есть выпуск в Праге, есть ещё несколько в России, вот, в Америке тоже снимали. и, конечно же, я не могу убрать с собой ещё кого-то, ну, потому что это всё делается, да, и поэтому маме пришлось тоже, когда я заняла журналистика, ей пришлось тоже это осваивать, то есть она мне помогает в качестве оператора. очень хорошо. Ну, в общем, у меня всё. Я еду в Екатеринбург на фестиваль «Открытая Россия», фестиваль документальных фильмов, он с 23 по 29 число проходит в Екатеринбурге, и буду в городе Невьянске. Есть такой город у вас? Да, да. А вот я туда приглашена, чтобы на презентацию книжки. Если хотите, заходите к ним на сайт «Открытая Россия», можем пересечься, можем увидеться либо в Екатеринбурге, либо в этом Невьянске. В общем, если вам интересно, это всё на сайте будет каким-то образом отражено. Ну вот у меня всё. Я рада, что я с вами снова увиделась. Я повторяю, это просто наполняет сердце радостью. Спасибо вам. Даля Германовна. Да. Спасибо большое. Да, за здоровье. Мы закругляемся, да? Да. Всего доброго. Спасибо. До встречи. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»